В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лолуа. Здравствуйте! Выборы в парламент продолжают оставаться одной из основных тем в Абхазии. 12 кандидатов смогли попасть в парламент с первой попытки. 26 марта пройдет второй тур в 22 избирательных округах, а в Гудаутском 17 округе назначены новые выборы. Международные наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений в день голосования. Промежуточные итоги подводят не только в Центральной избирательной комиссии. Активно комментируют парламентские выборы и строят прогнозы местные и российские эксперты. Мы пригласили в студию известного юриста Томаза Кецба, который поделится своими впечатлениями, оценками и выводами о ходе избирательной кампании. Беседу с ним вы увидите после традиционного обзора основных новостей за неделю. Обязательно дождитесь! На этой неделе Абхазия вспоминала воинов-героев, погибших в мартовском наступлении. 15-16 марта – одна из самых скорбных дат в новейшей истории Абхазии. 15 марта 1993 года началась наступательная операция по освобождению Сухума. 222 погибших, сотни раненых, 23 бойца пропали без вести. Тела многих из них удалось найти только после войны. Таков итог неудачной операции, которая все же стала залогом будущей победы. В память о тех трагических днях каждый год к мемориалам памяти и могилам павших возлагают цветы и зажигают свечи. Акция памяти погибших в мартовской наступательной операции прошла в Государственном музее боевой славы имени Владислава Авденба. Сотни молодых людей с цветами и свечами в руках прошли пешком путь от Учхоза до Нижней Ишеры. Те сотни метров, которые для многих ребят оказались последними. А вечером в Абхазской государственной филармонии был дан симфонический концерт. Выборы в парламент продолжают оставаться ключевой темой в республике. 12 депутатов избрано в первом туре. 22-м предстоит сразиться за депутатский мандат во втором. А в 17-м Гудаутском округе пройдут новые выборы. Кандидат в депутаты считается избранным, если он получил большее число голосов, вне зависимости от количества избирателей, принявших участие в выборах. Явка избирателей в день голосования 12 марта, по данным Центра избиркома, составила по республике 51%. Выборы в парламент Абхазии прошли в полном соответствии с действующими международными избирательными стандартами. Об этом на пресс-конференции в ЦИК Абхазии заявил глава миссии наблюдателей ЦИК России Василий Лихачев. За выборами наблюдали и члены Общественной палаты Абхазии. В день голосования группа членов УП посетила избирательные участки во всех районах республики. В целом выборы прошли без серьезных нарушений, но есть и замечания по дополнительным спискам по технике голосования, в результате которой оказалось много испорченных бюллетеней. Члены Общественной палаты также указали на легко смываемую маркировку, говорили о подкупе избирателей. Действующее избирательное законодательство устарело и нуждается в поправках, таковы выводы Общественной палаты. Решением ЦИК повторные выборы в парламент Абхазии по Будородскому первому избирательному округу номер 17 назначены на 14 мая. Регистрация политических партий и инициативных групп пройдет с 25 марта по 14 апреля. Выдвижение кандидатов в депутаты также с 25 марта по 14 апреля. Регистрация кандидатов в депутаты пройдет с 14 апреля по 4 мая. Вопиющий случай в Гагарской средней школе номер один, получивший широкий общественный резонанс. Старшеклассники поиздевались над пожилой учителем МИЦИА. Один из учеников снял видео и выложил его в интернет. Не осталось в стороне Министерства образования и науки Республики, распространившее заявление, в котором подчеркивается, что участники и организаторы данного инцидента будут привлечены к ответственности. Родители, чьи дети участвовали в этом безобразии, должны понимать, что они несут такую же ответственность, отмечается в заявлении. К руководству школы, а также к классному руководителю, допустившим такое отношение к учителю в стенах школы, будут применены соответствующие меры административной ответственности. Определенные меры уже приняты в отношении учащегося конкретно, который является зачинщиком данного инцидента. В понедельник будет расширенное собрание с участием родителей, руководства отдела образования Гагарского района, а также всех руководителей школы и учеников, на котором будет обсуждаться данный инцидент, на котором мы озвучим принятые решения в отношении как руководителей, так и всех остальных участников данного инцидента. Международное. Одно из важных соглашений, заключенное между Абхазией и Венесуэлой, медиапроект о сотрудничестве между Абхазской телекомпанией «Холдингом Телесур», вещающим на 26 стран регионов. Об этом сказал министр иностранных дел Даур Кови на пресс-конференции, посвященной итогам официального визита в Венесуэлу делегаций из Абхазии. Он сообщил, что будут созданы совместные рабочие группы по взаимодействию Абхазии и Венесуэл. Министерство по курортам и туризму республики принимало участие в работе 24-й международной выставки «Путешествия и туризм» МИД, которая прошла с 14 по 16 марта в Москве. В МИД участвовало более 100 государств и более 2,5 тысяч крупных турагентов. Абхазский выставочный стенд привлек большое внимание турфе. Экологическое бедствие. Большая часть самшитовых лесов в Абхазии высыхает, говорят экологи. Самшит остался только в тех местах, где проводилась обработка кредителей, но это небольшие локальные участки, расположенные в основном в Зыбском и Гекском ущелях. По словам директора Института экологии Романа Дбар, в тех местах, где нет доступа для обработки, самшитовые награждения обречены. Поэтому сегодня самой главной задачей абхазских экологов является сохранение оставшихся самшитовых лесов, а также собрать семена здоровых растений и продолжить обработку препаратами. Начало блюз-культуры в Абхазии. В Сухуме на сцене русского театра драма состоялся концерт группы Red Rocks Blues от Чикаго до Сухума. Современной музыке не хватает живого инструментального звука, которым богат блюз, считают участники группы, лидером которой является Эрик Мика. Поскольку музыкальной блюз-культуры сегодня в Абхазии не существует, молодые люди поставили перед собой цель создать ее. Это были основные события недели. А сейчас своими впечатлениями, оценками и выводами о ходе избирательной кампании с нами поделится известный юрист, преподаватель кафедры государства и права в Абхазском государственном университете Томас Кезба. Здравствуйте, Томас Иванович. Здравствуйте. Первый тур прошел 12 марта. Несмотря на пророчества некоторых наблюдателей о низкой явке, все-таки явка была довольно-таки активная, 12 депутатов избрано. В 22 избирательных округах пройдут вторые туры. В одном округе новые выборы пройдут. Вы следили за этими выборами наверняка. Какие ваши впечатления? Есть вещи, которые можно оценивать, с моей точки зрения, со знаком плюс. Есть вещи, которые нуждаются во внимании и, возможно, в каких-то законодательных изменениях. К положительным наблюдениям я бы отнес то, что вы отметили. Это довольно высокую явку избирателей на избирательной участке. То, что в целом выборы прошли достаточно спокойно. Без грубых нарушений. Это отмечали и наблюдатели, в том числе и зарубежные наблюдатели. К вопросам, которые, на мой взгляд, требуют внимания со стороны наших законодателей и со стороны Центральной избирательной комиссии, я бы отнес, скажем, вопрос. Меня насторожила большая цифра недействительных бюллетеней. Действительных или испорченных? Недействительных. Туда входит... Ну, такая графа была, недействительные бюллетени. То есть, испорченные или недействительные, скорее всего. Значит, меня насторожила высокая цифра. Я не поленился, посчитал. И, вы знаете, цифра довольно большая для количества наших избирателей. Цифра составила порядка 4830 с лишним испорченных бюллетеней. Честно говоря, мне кажется, что это неприемлемая цифра. Неприемлемая не с точки зрения того, что она искажает действительность. Я думаю, что там, наверное, могут быть несколько причин тому, что столько бюллетеней было признано недействительными. Но я вспоминаю, что мы довольно долго обсуждаем вопрос о содержании бюллетеня. О том, что наши избиратели ходят и голосуют против. Этот вопрос уже, наверное, набило скомину. Я сам во время выборов убедился в том, что насколько сложно, особенно людям пожилого возраста, правильно сориентироваться. Я думаю, что основное количество этих бюллетеней, которые, в принципе, сопоставимы практически с одним избирательным округом. Вы представляете, на наших выборах не учтено мнение людей, составляющих практически один большой округ. Это неправильно. Из-за чего? Из-за того, что мы никак из года в год не можем решить вопрос, почему в бюллетенях надо голосовать против, а не за. Мы много раз к этой теме возвращались. Это и психологически, мне кажется, неправильно. Человек не хочет голосовать против кого-то. Почему мы его заставляем, вот этот негатив выражать, кого-то зачеркивать? Можно же объяснить, что или берешь в кружок, или ставишь крестик, или галочку напротив человека, за которого ты голосуешь. Но я думаю, что вот эта очень большая цифра, она связана именно с этой процедурой голосования. И еще сложно, когда в бюллетене много, достаточно много фамилий. Много людей, они идут сплошным рядом. То есть мне надо было, да. И людям до возраста сложно сориентироваться сразу и правильно. Я знаю, что на этот раз во втором туре цикл, прямо в кабинках для голосования, будет вывешивать образцы, как правильно нужно зачеркнуть. Сейчас, конечно, будет легче. Опять кого-то надо зачеркнуть. На уровне законодателя должен решать. Безусловно, да. Это должны решать парламент вместе с ЦИКом. Этот вопрос надо отрегулировать. Но это, я просто хочу сказать, что это довольно долго, этот вопрос муссируется, и он никак не решается. А причину внятного объяснения я так и не услышал. Более 10 лет я эту тему слышу. Более трех циклов выборов. Вот этот момент. Еще какой момент, я хотел бы подчеркнуть, отрицательный. Он связан, еще имеет продолжение. Другой вопрос. Скажем, баллотировалось около 8 женщин. Насколько я помню, 8 женщин. Из них 6 покинули этот избирательный марафон. Осталось только 2. И в принципе, есть вероятность того, что мы получим мужской клуб. Такая вероятность существует. Мне кажется, это тоже неправильно. Здесь законодатель тоже должен подумать. Есть различные способы того, чтобы обеспечить представительство женщин в законодательном органе. И эти способы довольно известны. Здесь не надо изобретать велосипед. Причем, я знаю, что в нашем обществе есть люди, которые не приемлют или отрицательно относятся, допустим, к такому способу, как квотирование. Но я хочу возразить этим людям. Цензы, квоты. Это все инструменты конституционной практики многих государств. Которые активно используют. По мере того, какая социальная группа нуждается в дополнительной поддержке. Эти инструменты находят свое применение в этих государствах. И здесь нет ничего неуничижительного. Это нормальная практика современных государств. Мне непонятна просто реакция некоторых наших наблюдателей. Я думаю, что нам тоже надо двигаться по этому пути. Поскольку эти вопросы, национальные меньшинства, присутствие национальных меньшинств, которых тоже надо посмотреть. Сергей Миронович тоже давал комментарий Шамба о том, что этот вопрос можно и нужно. Это стандарты цивилизованного мира. Если мы хотим, чтобы нас считали нормальным, не монокритическим государством, значит мы тоже должны следовать. Ну, не надо, так сказать, все слепо копировать. Но есть какие-то вещи, которые приемлемы. Вполне соотносятся с нашей политической культурой, с нашей национальной культурой. Я думаю, это вполне можно было решить. Томас Иванович, вы ответили на один из моих вопросов по поводу национального квотирования. Было заявление Константина Затулина по поводу того, что в парламенте не будет ни одного представителя русской общины. И он говорил о том, что нужно квотирование. И в качестве примера привел Армению, которая в своем законодательстве избирательном предусмотрела. При этом очень показательно соотношение. Оно совершенно другого порядка, нежели, допустим, соотношение этнических групп в Абхазии. Там порядка 98% населения, моноэтническое армянское население. И тем не менее, армянский законодатель на это пошел. Честно говоря, мне вообще непонятна была реакция нашего парламента. Такая какая-то болезненная или какая-то резкая реакция. Всем известно, что Константин Затулин является давним другом Абхазии. Он не является другом какого-то конкретного президента или конкретного политика. Он давний друг, испытанный друг Абхазии. И ничего грубого или навязчивого им сказано не было. Он просто задал вопрос. Что ему непонятно, что развивая отношения между Абхазией и Россией, называя их стратегическими, мы не уделяем внимания таким деликатным вопросам представительства этнических общин. Мы чего-то боимся. Я думаю, здесь абсолютно надуманные страхи. А технически как это вообще может осуществляться? Вы знаете, можно, конечно, сделать квотирование даже при той мажоритарной системе, которую мы имеем. Конечно, это легче и красивее выглядело бы, если бы у нас была бы пропорционально-мажоритарная система. Или, допустим, если бы существовала только пропорциональная система, мы бы, допустим, через партийные списки бы обязали бы, законодатель бы обязал бы соблюдать этот паритет, скажем, гендерный какой-то баланс, национальный баланс и так далее. Но поскольку мы никак не можем приблизиться к этому вопросу, опять, мы из года в год уже больше 15 лет повторяем эту проблему, но никак не можем сдвинуться с места. При мажоритарной системе избирательства как это можно осуществить? При мажоритарной системе нам надо зарезервировать какие-то округа. Если мы будем настаивать на том, что у нас будет продолжать существовать мажоритарная система, то из тех округов, которые образуются в Центральной избирательной комиссии, какие-то отдельные округа надо зарезервировать за представителями, скажем, русскоязычного населения. Если я не ошибаюсь, бытность Владислава Григорьевича была такой... Ну, то, что называется джентльменское соглашение или негласное соглашение. Но вы знаете, в политике это очень относительное явление. Да, вы видите, что джентльменские соглашения время от времени нарушаются. Да, политик может объяснить все, что угодно. Да, что он передумал, что он по-другому стал, так сказать, смотреть на эту проблему и так далее и тому подобное. Это надо закреплять буквой закона. Да, потому что джентльменские соглашения, к сожалению, не всегда срабатывают. Да, и это, в общем-то, объяснимо в политике. Почему баллотировавшиеся в парламент депутаты нынешнего созыва не прошли даже первый тур? Почему такие политические тяжеловесы, такие как Валерий Бганба, такие как Сергей Шамба, известный депутат Беслан Свинаря, тоже не смогли попасть во второй тур? Экс-президент Александр Анква попередил своего соперника на сто с лишним голосов, соперника довольно молодого и неизвестного широкому кругу. Почему кандидаты с минимальным политическим багажом показали лучшие результаты? С чем это связано, на ваш взгляд? Ну, знаете как, по-разному можно смотреть и оценивать эту проблему. Ну, если говорить о тех, кого вы назвали, которые не смогли пройти даже во второй тур. С одной стороны, можно предположить о том, что на этих политиках в значительной степени лежит бремя невыполненных обещаний. То есть, вот прошел пятилетний цикл, население, граждане страны ждали именно от этих узнаваемых лиц каких-то серьезных подвижек, изменений. Несмотря на то, что парламент это коллегиальный орган и один депутат, конечно, в одиночку трудно что-то поменять, поскольку это все-таки решения принимаются коллегиально. И все равно у населения существуют такие завышенные ожидания от этих узнаваемых лиц. И в определенной степени можно объяснить это разочарованием неисполненных ожиданий. И, с другой стороны, надежды, новые ожидания, новые надежды на новых людей. Потом у нас очень часто повторяются одни и те же, одна и та же ситуация, что население живет с огромной кучей проблем такого социально-бытового характера. К сожалению, наши депутаты, кандидаты в депутаты, вынуждены, откликаясь на эту реальность, они вынуждены очень часто давать обещания, чтобы решить вот эти социально-бытовые вопросы, связанные с подачей воды, электроэнергии, с ремонтом дороги и так далее. И далеко не всегда это получается. Иногда это не получается по объективным причинам. Иногда, может быть, действительно депутат мог бы что-то сделать, но, что называется, руки не дошли. И, естественно, люди пытаются решить эту проблему. Она для них первоочередная. Для очень многих людей, что называется, разговоры о высокой политике, мало что значат. Вероятно, что вот эти вот мотивы в значительной степени обусловили вот такие результаты первого тура. Вот, кстати, о мотивах. Эти выборы вновь показали, что наш избиратель в основном голосует не за идеи, не за программы, не за заслуги конкретного кандидата, а за хорошего парня, за хорошего соседа, за персоналию, за родственника, за конкретное лицо, за конкретного человека. За того, кто смог им решить какие-то жилищные вопросы. И вновь актуализировалась тема несовершенства выборного законодательства и перехода от мажоритарной системы выборов к смешанной или пропорциональной. Когда избиратель будет голосовать за партии, а партии будут подтягиваться и работать на свой имидж. Да, безусловно. Вот вы начали свой вопрос с того, что начали объяснять природу поведения избирателя. Но давайте поставим вопрос по-другому. Избиратель ведет себя так, потому что ему заданы такие правила игры. То есть закон такой. Если мы эти правила игры поменяем, то есть если мы призовем или пропишем, что избиратель голосует не за конкретного человека, а за идею, за комплекс каких-то предложений, программные какие-то предложения, тогда и нашему избирателю легче будет. Сегодня очень многие люди находятся в такой щекотливой ситуации во время выборов, когда баллотируется его сосед, его однофамилец, родственник и так далее. Он не может переступить через вот эту черту, эти близкие человеческие связи. Мы не можем их нарушить, потому что это ломает наше естество. Но давайте поменяем эти правила игры. Давайте уйдем от этого. И освободим нашего избирателя к тому, чтобы он сам реально сделал какой-то осознанный выбор за какие-то идеи. Да, конечно, не исключена ошибка, не исключены разочарования в том, что он на этих выборах проголосует за одну партию. И она тоже может не оправдать его надежды. Но тем не менее, мы, во-первых, политически наше население поднимем уровень политической грамотности. Население вынуждено будет смотреть программы. Сами политические партии должны будут в своих программах делать какие-то узловые вещи. То есть, подчеркивать свою непохожесть от остальных партий. То есть, какую-то фишку политическую свою, центральное какое-то свое видение, не похожее на одну партию, на вторую, на третью партию. И тогда появится реальный выбор у населения. Они начнут понимать, чем отличается одна партия от другой. Сейчас спросишь у нашего населения, скажешь, да, они одно и то же говорят. Почти. Ну там, за небольшим исключением. И партии вынуждены будут находить свое лицо, формировать свое политическое лицо. И отстаивать, и беречь это лицо, и формировать имидж, накапливать позитивный капитал с тем, чтобы набрать больше парламентских мест не только в парламентских выборах, но и на президентских выборах потом достойного кандидата выдвину. Сегодня очень много кандидатов, очень много, пожалуй, большинство кандидатов, они представляют очень небольшой круг интересов людей. Чьи интересы депутат представляет? Очень небольшого круга людей. Партии, да, то есть сами партии будут стремиться представлять максимально широкие слои населения. Поэтому партии, ну в таком маленьком государстве, как Абхазия, ну может быть на первых порах создадутся карликовые партии. Вот сейчас мы, в принципе, этот процесс наблюдаем немножко, да, но все равно их не будет много. Может быть там три, пять, от силы. Я просто не вижу социальной базы для такого количества партий. Говоря об избирательной системе, пытались же изменить правила игры? Ну, если не получилось. Насколько я знаю, что основными противниками этого выступили сами депутаты. Большая часть депутатского корпуса, которые вот сейчас уходят в историю. Ну, за исключением тех, которые вновь попадут в парламент. Мне было сказано на этот вопрос, был дан такой ответ, что вот по старой системе выборов, да, по мажоритарной системе, они видят больше шансов попасть в парламент. Или не видят себя в какой-то партийной какой-то структуре. Не хотят партийного какого-то участия в своей собственной персоне. Что само по себе говорит о некой такой отставаемости нашей в политической культуре. У нас достаточно архаичная, сохраняется архаичная политическая культура. То есть они руководствовались личными интересами при принятии правила. Получается так, да. Кстати, к этому проекту закона можно вернуться? Конечно. Конечно, я насколько знаю, он лежит в парламенте и, по-моему, прошел даже первое чтение. И после этого он как бы вот лежит без движения, насколько я знаю. Самое интересное, что никаких принципиальных и каких-то серьезных аргументированных возражений обществу не было представлено. Почему против этого? Вы знаете, что помните, что мы обсуждали, ну в обществе обсуждался вопрос даже увеличения количественного состава парламента. Вот. Ну, тем не менее, да, то есть оставалось определенное количество мест для депутатов мажоритария. И тем не менее, все-таки до принятия дела не дошло. Говоря о роли партии, да, ведь лидер в одной из крупных партий Абхазии, Единой Абхазии, Сергей Шамба, он-то не прошел. Да, Сергей Миронович... И Атам Сахар, там, по-моему, во второй тур попал один кандидат от партии. Это говоря о роли партии в выборном законодательстве. Да, мне вообще, честно говоря, трудно объяснить, потому что, ну, если говорить о Сергее Мироновиче Шамба, то я не знаю вообще, в республике есть человек, который не знает, ну, который маломальски хотя бы интересовался политическими процессами и не знал бы политика Сергея Шамба. Вот. Это как раз говорит о том, что ресурса как такового, партийного ресурса нет. Может быть, если бы Сергей Миронович пошел бы там по своей малой родине, да, в Гудаутском районе, может быть, там больше шансов было, я не знаю. Партия как структура никаким ресурсом серьезным не обладает, да. Ну, что показывает вот результат. Люди голосуют за конкретных персоналей, а не за их партийную принадлежность. Что, в принципе, говорит об архаичности нашей политической культуры, нашего населения, нашего избирателя. Да, что он руководствуется чем угодно, какими угодными, какими угодными мотивами, но не политическими. Не глобальными проблемами, которыми должен заниматься парламент. То есть создание законодательной базы для развития государства, да, экономического развития, социального, там, и так далее. Давайте поговорим о политическом раскладе. Первый тур прошли провластные депутаты. Депутаты от оппозиции, независимые, есть так называемые черные лошадки. Это будет реально независимый парламент, да, сбалансированный, либо это будет парламент, где будут сталкиваться личные интересы, либо это будет парламент, где начнется такое противостояние между законодательной и исполнительной ветвью власти. Это в том случае, если оппозиция получит большинство мандатов. Сейчас, конечно, сложно предугадать соотношение сил в парламенте, потому что значительно будут влиять на соотношение сил вот те, кого вы называете темными лошадками, да. То есть люди, которые неизвестны, их политические предпочтения, их, так сказать, ориентации политические малоизвестны кому, да, кроме их самих и очень узкому кругу людей. Конечно, это во многом предопределит соотношение сил. Но я надеюсь, что парламенту удастся стать достаточно таким взвешенным органом власти, который, в общем-то, не будет подвержен каким-то крайним суждениям, и который не встанет в какую-то такую очень жесткую, в жесткое такое противостояние с исполнительной властью. Потому что, ну, как бы мы ни относились, даже не зная наших новых персоналей в завтрашней политике, мы все равно надеемся, что здравого смысла у этих людей хватит, чтобы понимать, что на кону слишком большая цена, да, что мы не должны заниматься не просто перетягиванием, что мы не имеем права ставить на кон спокойствие и благополучие не только граждан, но и вообще существование государства. Сотрясать постоянно устои государства не может бесконечно продолжаться, да. Должны начаться какие-то компромиссные какие-то предложения пойти, да, какие-то согласования интереса. Вот, к сожалению, это везде тяжелый процесс. Это везде тяжелый процесс. Но я все-таки в этом смысле такой оптимист, что надеюсь, что нашему уходящему парламенту время от времени удавалось. Не всегда, может быть, многие со мной не согласятся. Да, некоторые обвиняют парламент, скажем, по событиям 2014 года, что он занял одностороннюю позицию. Но если бы парламент в других каких-то вопросах или даже в этом же вопросе, я не считаю, что парламент занял в этом смысле позицию там одной стороны, да. Со своей стороны, мне кажется, в тот момент парламент сделал то, что он мог сделать. Большего он, наверное, сделать не мог. Так складывалась ситуация. И в других случаях ему удавалось выступить таким вот балансом, поддерживать какой-то баланс, равновесие между противоборствующими сторонами и так далее. Я думаю, надеюсь, что здравого смысла хватит. У тех людей, которые уже имеют политический опыт, и у тех, кто первый раз приходит в политику. И мы все-таки со знаком, с позитивным каким-то настроем рассчитываем, что эти люди приходят сделать что-то хорошее, а не наоборот. Кстати, вот тоже интересно, опять-таки, второй тур определит и ключевые фигуры народного собрания. И сейчас основная интрига, кто займет кресло спикера. И вот на ваш взгляд, у каких сил больше будет возможности, скажем так, посадить своего спикера? Я думаю, что для всех нас будет хорошим исходом этого вопроса, будет нахождение какой-то взвешенной нейтральной фигуры. Компромиссной. Это не относится абсолютно или к одному, или к другому лагерю. Потому что в противном случае мы не будем застрахованы от каких-то эксцессов. Конечно, все будет зависеть от того, в каком количественном соотношении будут политические силы представлены в новом парламенте. Но мне бы хотелось видеть вот такую равноудаленную фигуру. Ну, может быть, это идеальный вариант. В нашем случае, может быть, это почти... В нашем случае, скорее всего, да. Да. Ну, во всяком случае, более или менее такую компромиссную фигуру, которая бы, в общем-то, устроила бы все стороны. Томас Иванович, спасибо, что пришли и подвели промежуточный итог этой предвыборной кампании. Всего доброго. До свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, у нас в гостях был преподаватель кафедры государства и права Агу Томас Кецба. Мы продолжаем выпуск. 18 марта, в субботу, в Галском районе была обстреляна автомашина кандидатов депутаты Кахи Перта, идущего в парламент по 35-му избирательному округу. Жертв нет. Правоохранительные органы выяснят обстоятельства произошедшего. Это не первый инцидент за неделю, предположительно связанный с выборами. Вечером, 16 марта, произошло возгорание автомобиля кандидатов депутаты парламента Абхазии Батала Айба. Мы связались по телефону с министром внутренних дел Асланом Кубахи и выяснили обстоятельства инцидента в Галском районе. Сектор обстрела того, кто стрелял, и Пертая как бы отвечал, она находится очень немножко на расстоянии 70-80 метров. Прицельной стрельбы там не было. Оба места нам исследованы, изучены. Если даже человек захотел бы оттуда прицельно стрелять, физически этого невозможно, потому что там между ними дом, между ними заросли и все остальное. Вот что можем на сегодняшний день и комментировать. Есть оперативные данные, дальше там наши оперативные группы находятся, находятся там работники генеральной прокуратуры, продолжают работать. Какие версии рассматривает следствие? Ну, версии, они всегда первые, что, конечно, все равно была стрельба. Мы, как говорится, любые версии рассматриваем. Но как бы ни было, больше похоже на провокацию. Покушения мы там не видим пока. Точно не видим. Это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok